Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и я не могу поверить, что они наконец-то начали говорить об этом вслух. Генеральный директор BlackRock Ларри Финк только что сделал заявление, на которое каждый в этом мире должен обратить свое внимание. Ведь если ты этого не сделаешь, ты окажешься неготовым к тому, что произойдет в ближайшие пять с половиной лет. А мир за это время кардинально и радикально изменится. Заявление Ларри Финка уже набирает миллионы просмотров на всех платформах в Инстаграме, в Твиттере и в ТикТоке. Он сказал, что страны с наиболее сокращающимся населением будут процветать больше всего. И на первый взгляд кажется, что это какой-то абсурд, ведь сокращающееся население это всегда проблема для нации. Но нет, вот что это значит. Социальные проблемы, которые возникнут при замене людей машинами, будут гораздо проще в странах с сокращающимся населением. Ларри Финк предсказывает, что мы начнем наблюдать довольно сильное сокращение населения в ближайшие 10-20 лет. Фактически BlackRock заявляет о том, что частью их повестки является сокращение населения планеты. Они должны сделать все для этого. Пару недель назад один мой знакомый был в Японии, и он удивился, как мало там детей. Среднестатистическому человеку было, наверное, от 45 до 55 лет. Илон Маск пишет, что Япония исчезнет, если ничего не изменится. Почему он так написал? Потому что уровень рождаемости в Японии достиг рекордно низкого уровня. На каждого рожденного ребенка умерло более двух человек. Сокращение численности населения затрагивает уже не только Японию, но 97% всех существующих стран. Сокращение численности населения затрагивает многие страны, но лишь немногие дотягивают до Японии. Но я думаю, что многие развитые страны тоже столкнутся с этим в ближайшие пару десятилетий. Послушай это. Я могу утверждать, что в развитых странах выиграют те, у кого население будет сокращаться. Депопуляция – это часть их повестки. А депопуляция – это война, это пандемии болезни, это пропаганда нетрадиционной ориентации, это снижение уровня жизни. И кто-то прокомментировал это следующим образом. Я считаю это очень забавно. Они начинают произносить тихую часть вслух. То есть начали говорить о том, о чем раньше говорить было не позволено. А дальше он говорит о планах гигантских корпораций, таких как BlackRock. После сокращения населения нас ожидает замена машинами и искусственным интеллектом. Заменить людей машинами будет гораздо проще в тех странах, где население сокращается. Цитата Ларри Финка. Это говорит директор крупнейшей инвестиционной компании в мире, у которой активы оцениваются в 10 триллионов долларов. То, что происходит в Америке, повергнет тебя в шок. Но сначала, пожалуйста, поставь лайк. Нажми на эту кнопку прямо сейчас. Так ты поможешь распространить эту информацию, а также дашь мне мотивацию для создания нового контента. Поставил? Спасибо большое. А теперь посмотри на это в Беларуси, Северной Корее, Греции, Хорватии, Португалии, России, Южной Корее, Италии, Венгрии, Украине, Японии, Тайване, Китае, Франции и во многих других странах население сокращается. Речь идет о так называемом коэффициенте рождаемости, который в этих странах упал так низко, что население из года в год падает. И уровень рождаемости будет резко снижаться, поскольку 97% стран не смогут поддерживать численность населения. А теперь и в Америке наблюдается сокращение коэффициента рождаемости. Он снизился на 3% по сравнению с 2022, достигнув исторического минимума. Это второй год подряд после кратковременного роста на 1% в 2020 и 2021. С 2014 по 2020 этот показатель постоянно снижался на 2% в год. Я бы сказал, что в ближайшие пару лет мы увидим гораздо более быстрые темпы снижения этого коэффициента во многих странах. Я не удивлюсь, если мы увидим еще один военный конфликт, призванный сделать это. Например, на Тайване. Это может снизить коэффициент рождаемости и в этом регионе. Задумайся, что произошло с 2020 по настоящее время. И я сейчас говорю не про пандемии и войну, хотя и это тоже важно. Я говорю про разделение. В этот период времени люди разделены, как никогда раньше. Все разделились, по крайней мере, мне так кажется, почти по каждому вопросу. Политически, национально, религиозно людей пытаются делить даже по их полу. Все отвлечены, все разделены и все ищут источники краткосрочного удовлетворения. Быстрый дофамин от коротеньких видеороликов в ТикТоке, например. Поэтому в таком обществе, если люди не могут даже уделить полтора часа хорошему фильму, как кто-то из них может уделить 50 лет другому человеку, институт семьи разваливается. Разводы достигают 80%. И на этом фоне мы слышим заявление от Блэк Рока, что роботехника и искусственный интеллект приживутся лучше, если у населения будет сокращаться. И мы будем видеть еще больше отстраненности от этих отношений, особенно, когда мы начнем входить в мир, где метавселенная, виртуальная реальность и подобные вещи будут в порядке вещей. И я думаю, что это произойдет в ближайшие пару лет. Так что мы начнем наблюдать все больше и больше спад коэффициента рождаемости не только в Америке, но и в других странах. Посмотри, что происходит с рабочими профессиями. Я говорю о плотниках, сантехниках, электриках и так далее. Средний возраст людей в профессиях сейчас составляет около 40-42 лет. Средний возраст строителя – 42 года. Средний возраст сантехника – 41 год. Средний возраст электрика – 41 год для мужчин и 40,5 для женщин. Средний возраст плотника – 40 лет. Плиточника – 41 год. Когда эти люди доработают до своих 55 или 60 лет? Что это значит? Это значит, что постепенно они будут уходить из этих сфер деятельности. Как много молодых людей готовы их заменить? И как много вообще этих молодых людей рождается? Не так уж и много, да? Так что мы начнем наблюдать волну массового, масштабного разрушения во всех отраслях. В Японии, например, это уже начинается. Миллионы домов в Японии пустуют. Это почти 14% от всех существующих домов в Японии, если не больше. В течение десятилетия на их долю может приходиться более 30% домов, где не будут жить люди, они будут пустыми. Джей Пи Морган и многие другие ведущие издания говорят о том, что в ближайшие пару лет нас ожидает массовое сокращение рабочих мест. Эта статья говорит о том, как искусственный интеллект повлияет на рабочие места в ближайшие 5,5 лет. 5 лет – это же просто одно мгновение. Ты закроешь глаза, откроешь их, и эти 5 лет уже пройдут, если не больше. Безумие, которое было освобождено в последние 4 года, очень ускорило течение времени. Мы уже половину 2024 года прожили, а ведь казалось, что еще 2 дня назад этот год только начинался. Февраль 2022 года – сакральная дата для многих людей был только вчера, но на самом деле прошло уже почти 3 года. 5,5 лет – сильно изменят мир. И на это в том числе повлияет и искусственный интеллект. Такие искусственные интеллекты, как ChatGPT, похоже, заполняют все заголовки в этот момент. Google представила новое программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое будет создавать презентации, анализировать, вводить данные, писать контент и так далее. Но есть еще множество других инструментов ИИ, например, Gamma или Numerous AI. Посмотри, какая разница между контентом, что ИИ создает сегодня и тем контентом, который он создавал еще год назад. Субтитры создавал DimaTorzok Те, кто сопротивляются этим инновациям, пишет Nexford University, в конце концов отстанут от мира. Они больше не будут востребованы на рынке труда, и это произойдет уже в ближайшие 6 лет. Вот что они сказали. Искусственный интеллект может заменить 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью. Это по мнению Nexford University. Согласно отчету McKinsey, искусственный интеллект может заменить до 2,4 миллионов рабочих мест до 2030 года только в США. По миру это может быть от 400 до 800 миллионов людей, которые уступят свои рабочие места ИИ. Когда я читаю это, для меня это означает, что единственным способом финансирования этого проекта будет увеличение налогов и печать денег. И если у нас будет общество, в котором население постепенно, и я бы даже сказал, искусственно сокращается, в котором мир становится все дороже, а люди становятся все более разобщенными, это означает, что потребители будут залезать во все больше и больше долги. Финансовое положение большинства из них будет ухудшаться, а уровень жизни будет продолжать снижаться. При этом крупные корпорации, компании и инвесторы, которые занимают соответствующую позицию, смогут выходить на рынок, инвестировать и пытаться увеличивать свою рыночную капитализацию, в то время как остальные, по сути, будут просто бороться за существование. Вот о чем говорит BlackRock на самом деле. В открытую, ничего не стесняясь, это их цель, это их план, это их повестка. И мне кажется, на этом фоне отдавать им еще и биткоины, это совершенно неприемлемо. Нельзя это делать. Я буду держаться за свой биткоин, потому что в этом мире, где все так стремительно меняется, где люди будут терять работу, где корпорации будут возвышаться, не будет ничего ценнее собственного биткоина, кроме собственной одной монеты биткоина. В отчете инвестиционного банка Goldman Sachs говорится, что в США и Европе искусственный интеллект может заменить четверть рабочих заданий, но при этом может и создать новые рабочие места, что вызовет бум производительности. Рэй Далио говорит, что бум производительности – это то, что может помочь обуздать проблему инфляции. Финансовый конгломерат Citigroup создал проект Bora Bora. В рамках этого проекта они уже уволили 20 тысяч сотрудников, чьи места уже занимает искусственный интеллект. Все те области, которые они уже могут переместить в ИИ, они перемещают. IBM уволила 7 тысяч работников, которые переходят в искусственный интеллект. Теперь они говорят, что это может стать бумом производительности. Имеется в виду, что в сфере искусственного интеллекта будет так много достижений, и только те компании, которые смогут интегрировать эти достижения в собственный процесс бизнеса, станут победителями. И когда они говорят о буме производительности из-за искусственного интеллекта, возникает вопрос, будет ли это потому, что компании станут меньше тратить, так как сотрудников станет на десятки тысяч меньше, а значит прибыльность вырастет. Или же ИИ действительно создаст новые отрасли, в которых люди смогут работать, то есть новые рабочие места. Сложно сказать, но генеральный директор BlackRock намекает на первый вариант. И я считаю, что многим людям, которым сейчас 25, 30, 35, 40 лет, будет легче перестроиться, чем, скажем, тем, кому сейчас за 65. Например, мой отец очень-очень умен, знает несколько языков, эрудирован, начитан, но когда дело касается гаджетов и технологий, он испытывает трудности. В его время этого не было, поэтому ему сложно. То же самое, я думаю, произойдет и с искусственным интеллектом. И в конечном итоге, как сообщает Goldman Sachs, искусственный интеллект может увеличить общую годовую стоимость производимых в мире товаров и услуг на 7%. В докладе также прогнозируется, что две трети рабочих мест в США и Европе будут подвержены той или иной степени автоматизации с помощью ИИ. И все это будет стоить компаниям меньше 100 тысяч долларов в год. А именно столько, к сожалению, приходится зарабатывать многим людям в Соединенных Штатах, чтобы сводить концы с концами. Про другие страны я и вовсе молчу. Исследователи из Университета Пенсильвании и OpenAI обнаружили, что образованные работники с зарплатой до 80 тысяч долларов в год с наибольшей вероятностью пострадают от искусственного интеллекта. Форбс пишет, что согласно докладу MIT и Бостонского университета, к следующему году ИИ заменит до 2 миллионов производственных рабочих мест. Исследование МакКинсли показывает, что до 2030 года не менее 14% работников по всему миру должны будут сменить профессию или остаться без работы из-за оцифровки роботехники и развития искусственного интеллекта. Посмотри, что происходит в развитых странах. Рост цен на продукты питания, рост аренды, собственное жилье практически недоступно, все становится все дороже и дороже. Это заставляет бизнес переходить на автоматизацию. Это заставляет бизнес искать пути сокращения расходов. Даже банки говорят о том, что им нужно снижать расходы, даже на обслуживание транзакций. Вспомни, что говорил Банк Америки. Он говорил, что для этого нужно переходить на цифровые валюты центральных банков и делать это как можно быстрее. То, как работают деньги, стремительно меняется. И снижение стоимости обслуживания системы является нашей первостепенной задачей. Мы упорно снижаем эту стоимость, потому что хотим стать безналичным обществом. Чеки и наличные деньги обходятся нам в 5 миллиардов долларов. Вы хотите сделать общество безналичным? Мы движемся к этому быстрее, и мы выигрываем от этого больше, чем кто-либо другой, с точки зрения чисто операционных затрат. Например, ты владелец малого бизнеса и продаешь чизбургер за 7 долларов, так как тебе необходимо платить зарплаты. Но тут появляется корпорация, которая может позволить себе автоматизировать этот процесс за счет роботехники и искусственного интеллекта. И поэтому ее чизбургер стоит уже 3 доллара. Так кто победит в этой битве? Естественно, не ты, а эта корпорация. И они говорят, какие рабочие места, скорее всего, в скором времени уже будут автоматизированы. Сервисы и обслуживание, секретари, рецепшены, бухгалтеры, щитоводы и так далее. Это все звучит весьма интересно, но когда Ларри Финг, генеральный директор BlackRock, заявляет, что внедрение искусственного интеллекта и роботехники будет проще, если население сократится, это звучит уже неинтересно, а немножко страшно. Как ты думаешь, мы увидим медленное и постепенное сокращение численности населения на 1 или 2% в год, или может произойти нечто грандиозное, когда это число будет значительно больше, например, 10% в год? Почему-то вспомнился сериал Fallout, если ты смотрел, ты знаешь, что там спойлеры. Корпорация ради этого всего развязала ядерную войну. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.